Да, возможно, ничего страшного в этом нет. Меня зовут Алексей. Вот, и один из немногих парней, которые здесь присутствуют. Аплодисменты, девочки! Мы только первые, просто девочки. Да я на самом деле хотел комментарий добавить к тому, что вы говорили, что как-то мужчина 21 века это женщина. Это не я, это она неплохо, она при деле сказала. Я понял. Ну, я вообще просто хотел в целом сказать по поводу того, что сейчас женщины начинают зарабатывать, что, вы сказали, инструменты теряются у мужчин, воздействие на женщин. Побои и денежки. Да вообще. Ужас вообще, как теперь с женщинами жить на самом деле? Вот как их воспитывать, да? Ну, вы знаете, у меня просто есть такое понимание, что в том, что женщины начинают зарабатывать, я считаю, что это нормально. Как бы ничего страшного в этом совершенно нету. Вы не окон, притягивайтесь. А я сейчас закончу просто мысль. Вот. И я считаю, что это нормально. Как бы если девушка хочет, пусть она зарабатывает. Но если она действительно хочет зарабатывать, пусть она зарабатывает. Но если это ее реально цель. Да ради бога. То есть, и я вот в отношениях, к примеру, что девушка моя хочет зарабатывать, я буду только помогать. То есть, пусть зарабатывает. Другое дело, что есть ситуации, в которых женщина зарабатывает больше, чем мужчина. Вот. И здесь мужчина уходит на второй план. Но это же не проблема женщины. Да. Ну, то есть, это вот вообще не проблема женщины того, что мужчина не может пойти и заработать больше. Ну, то есть, ну... На самом деле, это важный вопрос. Прошу прощения. Последний блок, который вот у меня сейчас вышел на канале, там про самооценку. Я тоже немножко про это говорю. Про роли. Вопросы от мужчин. К психологу я разрешила задавать вопросы. Все передависуют к психологу. И там несколько вопросов, типа, а как чувствует себя мужчина, если женщина зарабатывает больше? Вот даже в вашей риторике вы говорите, это же проблема мужчины. Ну, пусть он начнет зарабатывать больше. То есть, все-таки он должен зарабатывать больше? Или можно чувствовать себя нормально, когда девчонка зарабатывает больше? Это вопрос? Да. Слушайте, ну это же от человека зависит. А вот вам как? Слушайте, ну, по факту, если девушка зарабатывает больше меня, интересно, ну, пусть попробует. Ну, как бы... Ну, как бы, окей. Ну, просто есть же определенные, как бы, в семье, ну, законы, как мне кажется. То есть, ну, и в моем понимании этого мира, что если женщина хочет работать, пусть она работает. Если она не хочет работать, пусть она не работает. В этом ничего страшного нету. Вот, если она там хочет зарабатывать 300 тысяч, пусть она зарабатывает 300 тысяч рублей. Ну, класс, молодец, умница, там, я только рад буду за нее. Вот, ну, как бы, и это определенный толчок. То есть, она, соответственно, зарабатывает. Я вообще считаю, что семья, это же не два человека, которые идут параллельно. Они же идут вместе. Вот, и, как бы, если она там научилась зарабатывать 300 тысяч, значит, она может мужа научить зарабатывать 300 тысяч. Но это же тоже, как бы, все вместе. Она ему дает толчок, она ему дает направление. Человек умный, он просто посмотрит и дальше пойдет. Она может на определенном этапе остановиться, потому что там есть дети, соответственно. Это определенные вещи, ну, это определенные моменты в жизни, которые, соответственно, но они просто жизненные, от них никуда не деться. Здравствуйте, quotidiana с детской лимбе, мне кажется, она хочет вам абонировать. Подожди, подожди, подожди. Я сейчас еще про инструменты добавлю, Оль. Сейчас, подождите, вот микрофон должна это говорить, чтобы было равноправие. Это больше инструмент скажет. Слушайте, ну и второй момент, на самом деле, вы про инструменты говорили, что, как это, теперь женщин бить нельзя, и это, в общем, как бы сложно для мужчин теперь вообще с женщинами взаимодействовать. Окей, ну, мне кажется, что все мы развиваемся, вот, и я считаю, что там те методы, инструменты взаимодействия с девушкой, там, с женщиной, которые там были сто лет назад, я думаю, что они все равно развиваются, вот, и там... Подождите, а это какие-то общие слова, давайте, как установить скандал? Как установить скандал? Я куплю тебе шубу, ну, так не буду... Зачем? Как бы, вот, смотрите, у меня, во-первых, всегда возникает вопрос, скандал же возникает из-за чего-то? Ну, то есть, когда девушка, грубо говоря, там, хочет что-то, она начинает скандал, ну, то есть, ей надо же что-то объяснить мужчине, это же ключевое? Вы так говорите про нас, как немножко про это, знаете, или грудной ребенок, или щенок, только домой привели, то он пищит, это не знаю, что здесь подписать, он то ли, блин, покушать, что ли, ну, ладно. Нет, здесь, во-первых, я сейчас, здесь же другой момент, ну, как бы, когда девушка хочет поскандалить, чтобы начался скандал, мужчина должен пойти на эту провокацию, это же ключевое? Вот, если мужчина не идет на провокацию, то скандала же нет? Ну, в одну каску реально сложно, то есть, может, вы тоже? У нас в семье это называется театральные вечера, то есть, как бы, я могу там... Ну, если нет реакции, это реально сложно. Ну, вот, ну, как бы, поэтому вы задаете вопрос, я говорю... Вот, а я говорю о том, что зачем смотреть о последствиях, когда можно, грубо говоря, там, посмотреть на причину, вот, и когда понимаешь причину, то, там, ну, скандалов вообще не бывает. Зачем они все нужны? Выплюснуть эмоции? Слушайте, блин, ну, если нужно... Слушайте, ну, если нужно реально выплюснуть эмоции, ну, сделай какую-нибудь такую, прям, крутую штуку, не знаю, сходите куда-то, прям, дед, прям, она такая... Будет там, и все, ей эмоций на месяц хватит, все, и она успокоилась. Не надо ей никаких скандалов, но просто надо женщину удивлять, ну, как бы, периодически, чтобы она... Вот, ссал, вот это, вау! Как бы, и все, и ей не нужны скандалы больше. Я, Ольга, да, у нас с Алексеем, вот, сколько лет, да, лет 13, у нас каждый раз споры, только на разном уровне. Возрастение у нас более серьезные споры, мы такие, мы сейчас встречаемся друг с другом, заказываем правоту психологии, какие мы нахававшиеся в жизни опыта. И, да, в последний, там, крайний раз у нас было обсуждение, что не вопрос, я заработаю, пусть она не работает, все классно. Да, классно, только вы лет через 10 такие глаза открываете утром и говорите, ну, любовь прошла. И ты такая, упс, а у тебя оклад 30 тысяч, блин, ну, зато дети пристроены в лице и все классно, обеспечиваю. Вопросов к тебе вообще нет. И это, вот тогда возвращаемся к пропорции плюс-минус, если на роботе всего кто в семье непонятная история, то, либо наоборот. Вот, а еще одна категория мужчин, ну, это не к тебе, конечно, но, тем не менее. Это не подружки рассказывали. Это поменяйся, вот я буду с тобой, только ты должна меняться. То есть я должна найти в себе силы, время, мотивацию, чтобы что-то там подумать, чтобы как бы к тебе там понравиться, потому что в теории, может, мы с тобой поженимся, у нас будет... Но не факт. Да, но не факт, а потом еще, может быть, он как-нибудь случайно какой-нибудь роман после собеседования у него случится, например, на работе, к примеру, со своей подчиненной. Ну, может быть, разный там вариант таких сюжетов, может быть, миллиард. Ну, к чему, то есть я должна найти время и поменяться. А я думаю, оно мне вот зачем? У меня еще отчет квартальный, еще бюджетный вздолаглен, еще нужно тут, оказывается, поменяться, потому что, может быть, у меня мужчина моей мечты, а может, и не моей мечты. В общем, у нас сегодня вечер вот предстоит в очередной раз поговорить на эту тему. Вы тоже не деритесь, пожалуйста. Не, мы с ним не деремся, мы всегда в итоге, да, мы просто потом находим какой-то концепт. Ну, что вы 13 лет вместе, это уже о многом говорили, на самом деле. Ну, мы такие большие друзья, это нет, 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 нет. Ну, вот, ну, как бы мы с каждым годом набираем обороты опыта, жизни и вот. Ну, вы для себя что творите? Совмещать карьеру и семью? То есть на всякий случай, если вдруг он там складывается? Да можно всю жизнь совмещать и карьеру, и семью, но в 60 лет ты можешь совмещать и карьеру, и семью, но ты в 60 лет не родишь ребенка, у тебя не будет той семьи, которая у тебя там, не знаю, в 30 лет будет, в 40 лет, не важно. Другой вопрос, качество этой семьи. Ты можешь закрыть глаза из-за грузчика Васю из местной пятерочки, пойти, выйти замуж, жить с Васей, там, и тащить этого и Васю, и ребенка, и его родителей. Вот, нет, это, может быть, и Вася будет очень классный в плане, ну, не знаю, там, и горизонта, и, да, но, как бы, это твои правила, ты их приняла. А можно всю жизнь там скакать за, не знаю, за каким-нибудь, там, мужчиной чьей-нибудь мечты? Думать, что вот я сейчас поменяюсь, и через два месяца он по-любому мне сделает предложение, это по-любому. Ну, спасибо большое, мне кажется, что там, конечно, усталость, поменяйте, а я потом посмотрю, но это мое мнение. Я не знаю, то можно, да? Не-не, просто здесь... Не-не, я просто честно очень хочу, чтобы, как бы, были определенные моменты, вот, чтобы они складывались, это прям очень важно. Вот, вопрос в зал, на самом деле. У кого было отношений больше, чем одно? Вот, вот, что встречался? Вот, больше, чем с одним человеком, вот, у кого такое было? Вот, и здесь же есть важный момент. Вот, Оля же правильно сказала, что там другой человек может говорить, типа, поменяйся, вот, и, типа, поменяйся, подстройся. Вот, вот, еще один вопрос дал. Ребят, а кто-то менял себя для кого-то? Вот, поднимите руки, кто менял? Вот, можно повыше, вот, чтобы видеть? Менял, 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 это важный момент, менял, менял. Слушайте, а вот у меня вопрос к другим. А вы не меняли, потому что вы нашли идеального человека? Вот, либо вы не хотели меняться для другого человека? Другой принимал. Ну, не бывает такого. Мы нашли идеального человека себя, знаете, как он в России говорит. Главное, любовь к женщине, это я, это правда. Это касательно не женщин, и мужчин тоже. Про себя жизнь, без цены, ну, богатых, понятно, я вам сейчас профессионально истинно говорю. Ну, конечно, себя, и это не эгоизм. Что-то очень четко нужно, чтобы я не понять, я открою себя. Хорошо. Окей, ну, я просто хотел закончить как раз эту мысль, потому что человек меняется только тогда, когда он хочет меняться. Вот, это первый момент. Второй момент, он готов меняться ради другого человека, если он действительно хочет быть с этим человеком и понимает, что вот эти вот нюансы, то есть он не может поменяться полностью, там, свои какие-то ценности поменять, но поменять нюансы, которые могут раздражать, он может. И это уже зависит от его желания. Спасибо вам. Ой, друзья, давайте кино посмотрим, у нас потом еще есть время для общения, самые энтузиасты могут остаться. Я с вами сегодня, вот, пока вы меня вытерпите, до тех пор и останемся. Еще мне нужно будет несколько человек, которые, я вас спрошу мнение о фильме, конечно, это важно. Не будем забывать, для чего мы здесь собрались. Давайте сейчас посмотрим первую серию. В конце небольшой будет розыгрыш, можете заполнить пока купончики, мы потом их обязательно соберем. А сейчас кино. И я рада буду, если самые энтузиастки или энтузиасты из вас останутся, и мы продолжим наш разговор. Вам спасибо огромное. Невероятно теплая сегодня аудитория, но мы не прогадали. Вам аплодисменты.